Вода-матрица жизни. Вот. Значит, это четкие теоретические расчеты и демонстрация, значит, моделей водных эквивалентов ДНК. Вот это его работа. То есть, была теоретическая основа. Теперь, уже к практике, к сугубой практике переходим. В чем мы с этого имеем? Вот, смотрите, женщина 60 лет, значит, зубов нету, нету зубов. Один зуб, вот он, старый зуб, видите, он не ошатался, она шутила, что она его на развод оставила. Ну, шутка оказывалась, так сказать, лечить. Значит, когда мы ее лечили от диабета, считывая информацию с кровью ее внука, которому было 9 или где-то 10 лет, у нее смена зубов была на коренные, молочные на коренные, мы считываем информацию, лечим ее от диабета, у нее сахар падает, потом опять подскакивает. Мы режим, подбираем режим, сколько времени облучаем. И в какой-то момент времени у женщины опухают обе челюсти, и она в панике, и мы тоже, потому что думаем, что мы что-то нехорошее сделали. Делают ей рентгеновский снимок, и она видит, и врачи в шоке видят, потому что они ее ведут уже многие годы. Значит, три зуба выросли, регенерировали. Раз зуб, два зуб, три зуб. Причем они в стороны пошли, видите, в стороны, потому что они уперлись в протез, и загнулись в стороны, травмировали челюсть, и у нее отек на лице, и, значит, вот эта регенерация произошла. Это первый прецедент, прецедент регенерации зубов. Вот таким путем, квантовым путем. После этого группу закрыли, под влиянием Форкова. Спасибо ему, он меня 10 лет уже преследует. И, значит, мы ушли оттуда, и дальше стали работать, уже создали собственную субпанту генетики, и дальше работаем успешно. Дальше слайд. Вот, например, никто никогда не регенирует нервы, нельзя регенерировать. Так считается, да? Вот человек, ему появили операцию, видите, слева, перекошенная физиономия. Перерезали лицевые нервы. Вот, что делать? А теперь уже фото. Пошло фото. Мы берем фото, его детское фото, а перед этим у нас же десятки-десятки были работ, вот, на более простых случаях успешных. И стали, и он стал облучаться с вот этой информацией, снятой с фото. Вот, и у него, видите, лицо восстановилось, мы регенерировали нервы. Зубы, вот, тоже они иннервированные, у старушки тоже, мы там, и нервы тоже регенерировали. Следующий слайд. А вот этот случай посильнее. Вот женщина слепая на правый глаз, видите, у нее поле зрения вот тут нулевое. Вот черным, это то, что она не видит. А только свет и не видит. Что-то она там, только видит сигналы света и все, не различает ничего. Но левый глаз, так, более-менее нормальный, видите, светлого, все нормально. После того, как мы обработали ее, она обработала сама себя информацией, снятой с ее детского фото, а вон справа, видите, вот процентов на 60 у нее восстановилось поле зрения, а левый глаз еще лучше спалил. То есть она прозрела, сетчатка была деградирована, то есть мы ее регенерировали. Итак, второй случай регенерации. Сначала на крысах, потом вот зубы, лицевой нерв, вот глаз. Это все прецеденты, мы работаем на прецедентах. Надо создать прецеденты, которые с точки зрения науки, официальной, с точки зрения медицины, не объяснены, потому что это бред сиевый гобыл. Такого быть не было. Следующий слайд. А вот здесь, пожалуй, самое интересное. Вот девочка справа, ее зовут Алиса Джулай. На тот момент ей было где-то 4 года. А слева ее сестра двоюродная, которая старше ее, лета 15-20. И вот мы дали спектр, снятый с этой фотографии ее сестру, на ее. А у нее был диагностирован муковисцидоз мутацией 508. То есть телец от трех нуклеотидов, который кодирует фениланин. Фермент получается испорченный, не работает. Значит, меняется калинатриевая дне с мембранами, ребенок задыхается, скапливается слизь. Он ее не может, так сказать, от нее избавиться и задыхается. 100% смертность у больных муковисцидоза. Врачи это знают прекрасно. В Ирландии 30% детей больны муковисцидозом. Страшное дело. Ничего не могут сделать. Операция по пересадке легких продляет жизнь до 10-15 лет. Но потом все равно погибает. А стоит до 500 тысяч долларов. Представляете себе? А мы вот таким простым путем вылечили ее. Причем сделали вторичный анализ генетический. Я, значит, ждал. Думаю, что будет? Мутация уйдет или не уйдет? Но во случае у меня были положительные реакции. Мутация не ушла. Она осталась. А ребенок здоров. Значит, с точки зрения генетики полный бред. Мутация осталась, а ребенок здоров. И вот я сейчас вас возвращаю к фантомам. Вот эти фантомы ДНК, которые, так сказать, пульсируют у нас, у нас и какие-то функции выполняют, они могут выполнять роль таких квантовых пробок, что ли. Вот кусочек ДНК вылетел, три маклеотита, который кодирует фениланин. А оттуда вставляется информация с ДНК, взятая от Ютисплей, с которой у нее общая генетическая информация. Значит, вы спросите, а как вообще это может получаться? Я вам прямо говорю, не знаю. Но есть версия, наша версия, что мы используем принципы Бомовской голограммы. Другой Бомовской голограммы. Бом, который был, очень ценил Сейнштейн, значит, и крупнейший специалист в области физики плазмы, он выгнал концепцию, которая никем не опровергнута. Он говорит, что вся Вселенная является голограммой. Ну, это древнее положение, которое давно известно, что внизу, что вверху, капли отображаются весь мир и так далее. А он формализовал это и говорит, что все, что существует в этом мире, записано в этой голограмме. Вселенская голограмма. Точнее, не означает, что информацию об Алисе надо искать где-то в созвездии Лебедя. Она может быть в самой Алисе. Но надо найти адрес к ней. Адрес дает фотографии ее собственной сестры двоюродной, у которой есть соответствующая генетическая информация. Если попытаться чужую генетическую информацию, то не получается, а с сестрой получается. Значит, мы получили квантовую пробку, которая заткнула и обманула ферменты. Вот так же как глюкоза. Обрабатывает химическую реакцию, обманывает химическую реакцию. Здесь тоже так же. Обман тут РНК-полимераза, который считывает ферменты с поврежденной ДНК. Мутация не замечается, а синтезируется в нормальный фермент.